Вот уж точно, пока гром не грянет. При этом официальные проверки противопожарной безопасности МЧС проводить не могли, повторюсь, из-за надзорных каникул. Мы все это помним, не кошмарте бизнес, что, впрочем, не говорит о полном отсутствии визитов пожарных инспекторов, по крайней мере, в Тюменской области. Как можем мы с вами позаботиться о собственной безопасности в публичных местах, узнаем у заместителя руководителя ГУ МЧС России в Тюменской области, гость программы Сергей Зиневич. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Единственное, что, наверное, сейчас хотят услышать жители, прежде всего, и Тюменской области, коли мы с вами здесь находимся, какие-то гарантии от представителей, прежде всего, вашего ведомства МЧС. Может ли ведомство такие гарантии предоставить? Гарантии безопасности при посещении торговых центров, любых мест массового скопления людей? Я бы хотел сказать, что наши граждане Тюменской области должны спокойно, со спокойной душой заходить в эти торговые центры, потому что мы говорим о том, что мы знаем положение дел на этих объектах. Мы на протяжении последнего года, то есть 17-й, вот начало 18-го, были в этих торговых центрах по различным причинам, то есть по обращениям граждан ходили, смотрели, по профилактическим мероприятиям, связанным с празднованием Нового года, около сотни раз. То есть мы знаем, какое там положение. Во всех торговых центрах? Да, практически во всех торговых центрах. И говорим о том, что грубейших нарушений в этих торговых центрах не отмечалось. Да, есть отдельное нарушение режимного характера. Где-то некоторые руководители грешат тем, что отдельные аукционные выходы могут припереть, либо перекрыть на какой-то период. Где-то могут не вывезти мусор, где он не положен, может лежать. Но капитальных мероприятий, нарушающих глобально пожарные отсеки, либо отсутствие систем пожаротушения, у нас в городе таких нарушений нет. Сергей Владимирович, я так понимаю, надзорные каникулы, это надзорными каникулами, но на обращение граждан МЧС реагировать должно, обязанно, и оно это делает, я так понимаю. Да, бесспорно, и мы с большой благодарностью относимся к тем гражданам, которые сознательно относятся к этим вопросам. Это позволяет нам реагировать точечно. Закон по обращениям граждан гласит, чтобы мы провели проверку, должно быть лицо идентифицировано. То есть обращение необходимо подавать, допустим, через госуслуки, где личность идентифицирована. Еще варианты какие-то есть? Либо через почту, либо лично прийти и отдать в наше подразделение. Ну, можно сфотографировать, соответственно, нарушение, да, зафиксировать? Бесспорно, это позволит нам при согласовании внеплановой проверки с прокуратурой иметь более широкую доказательную базу. Мне кажется, сейчас, вот в эти дни, когда ситуация такая достаточно напряженная в воздухе, нужно как-то успокоить людей, что ли. И прежде всего, наверное, мы, ну я как обыватель, должен понять, как я среднестатистический житель Чеменской области, что я сейчас могу и должен делать. Ну, я, конечно, не сторонник лозунга «Спасение утопающих, делай рук самих утопающих». Но, тем не менее, личная безопасность у нас, прежде всего, в наших руках. То есть, конечно же, надо понимать самому, как ты можешь выйти. Угроза может быть не только ведь от пожара. Надо понимать, где ты находишься и где у тебя ближайший путь эвакуации. Ты говоришь о том, что во многих торговых центрах настолько запутанный лабиринт. Но понимать-то надо все равно, где ты находишься, чтобы понять, куда тебе ориентир двигаться. Как в лесу, да? То есть, заходишь в лес, надо понимать, где юг, а где север. Но, тем не менее, тем не менее, я отмечаю, что все-таки, к сожалению, вот эта трагедия, которая произошла, там цепь перечня событий, которое слилось в одно. Исключить одно бы из тех нарушений не было бы такой массовой трагедии. Поэтому даже наличие закрытого одного выхода в торговой центре, оно не должно привести к такой трагедии. Я понимаю, о чем вы говорите, Сергей Владимирович. Но мы же все знаем, что история не терпит сослагательного наклонения. Это уже случилось. Но сейчас наша задача сделать все, чтобы не случилось в нашем регионе. Удачи вам в вашей работе. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok